здравствуйте дорогие городники и все те у кого есть частные дома или те кто собирается построить зимние теплицы как я и обещал я хочу рассказать о том как сделала отопление зимней теплицы а дно и своего частного дома и первое к чему надо подойти подойти очень серьезно потому что это самый важный элемент это конечно выбор котла и сейчас я хочу рассказать как я его выбирал и каким критерием придерживался первый критерий это вид топлива поскольку газа у меня нет электричество очень дорогое солярка тоже очень дорогая остается только твердое топливо это дрова у нас достаточно дешевые можно как приобрести так и самому заготовить и конечно можно приобрести уголь и конечно выбор должен был быть таким чтобы котел мог кушать как уголь так и любые дрова и желательно даже опилки торф ну в общем любое твердое топливо второй критерий это длительность горения мне нужно чтобы у меня котел грел не менее чем сутки двое самые самые даже морозы на дровах конечно на угле чтобы он желательно работал еще дольше третий критерий это чтобы он был достаточно прост в обслуживании что легко можно было загружать дрова выгружать то есть чтобы легко было обслуживать как дымоходы и все остальное четвертый критерий это чтобы он мог поддерживать комфортную температуру как в теплице так и в моем доме чтобы можно было регулировать температуру на котле соответственно с помощью регулировки температур на котле регулировать температуру комфортную в доме или в теплице и конечно достаточно важное, чтобы он был сделан очень качественно, надежно, с гарантией и чтобы имелась возможность заменить какие-то комплектующие, которые может быть могут выйти из строя вот немаленький список критериев, к которым я подходил конечно котел на прокат не возьмешь, поэтому выбор мой должен был быть очень точным и после того, как я много посмотрел, конечно, разных вариантов в интернете, пообщался с специалистами поездил, у кого что-то уже стоит, посмотрел я пришел к выводу, что всем этим критериям может удовлетворять котел медведь который производится в Костроме слава богу, что Кострома находится от нас не так далеко поэтому я поехал на завод, посмотрел как его делают посмотрел, как проходит изготовление котла, как его прессовывают, посмотрел на сам завод, конечно, меня достаточно это впечатлило, все делается на высоком качественном уровне, что немаловажно конечно, дается гарантия на котел и так далее, то есть очень много положительного то, что я увидел, что это не кустарщина, естественно, а качественное заводское производство теперь подробнее я хочу рассказать про сам котел и, конечно, про то, почему он удовлетворяет все мои потребности котел выбранной мной комплектации способен работать как на дровах, так и на угле а также на другом твердом топливе, но меня интересует уголь и дрова поэтому мою потребность в этом он выполняет второе, это длительность длительность обеспечивается очень большой топкой и горением по принципу свечи сверху вниз поэтому даже на дровах он может гореть более суток а на угле до 5 суток теперь про обслуживание во-первых, очень удобная загрузка топлива которая достигается большой достаточно верхней дверцей зола, если на дровах работает вычищается раз в двое суток если на угле то вообще раз в неделю чистка дымохода также очень удобно поскольку нет элементов которые очень труднодоступны все достаточно легко доступное и даже капитальная чистка дымохода которая происходит может происходить не чаще даже чем раз в сезон а может и в два сезона то легко вообще откручивается вверх котла без слива теплоносителя и уже качественно можно его почистить раз в сезон или там в два сезона следующее преимущество котла заключается в том что он способен поддерживать заданную температуру теплоносителя и это обеспечивает комфортную температуру как дома так и в теплице достигается это за счет того что существует принудительная подача воздуха в камеру сгорания на этом котле стоит автоматика с вентилятором который подает воздух через телескопический воздуховод и с очень эффективным рассеятелем который находится на конце телескопического воздуховода также в этом котле есть два элемента на мой взгляд очень удобных и нужных первое это ножки регулируемые с помощью которых можно установить котел на любой неровной поверхности и это очень удобно и второе это возможность сбора конденсата если он образуется и его слива через специальный кран на сегодняшний день я сделал несколько пробных топок по ночам поскольку днем пока топить не надо поэтому топку загружал не более чем на 20% и даже дрова у меня способны были держать температуру теплоносителя с 40 градусов что добиться очень-очень трудно дрова поскольку воспламеняется достаточно быстро и температура в простом котле вот у меня раньше был простой котел конечно дрова махом нагоняли высокую температуру теплоносителя и я боялся что здесь так же у меня произойдет и это не произошло но разумеется температуру теплоносителя желательно держать выше зимой конечно она будет держаться выше но вот такая комфортная температура у меня держалась уже несколько ночей загрузки 20% мне вполне позволяло что котел работал всю ночь еще даже захватывал утро и сейчас вот он тоже работает сейчас утро я вчера вечером в 9 часов загрузил также 20% сейчас уже около 10 часов и он до сих пор продолжает у меня греть хотя греть уже ничего конечно не надо то есть немножко вчера дров переложил но зимой это очень конечно будет чем холоднее тем будет намного намного удобней вот пожалуй о котле все сама обвязка котла и система отопления это будет другое видео о нем я расскажу позднее а на этом сегодня все до свидания до скорых встреч до скорых встреч то đây высоко об установлено вот вот в